Окей. Сегодня у нас в гостях Сергей Архипенко. И я хочу попросить, да, у нас такой, в принципе, клуб немного... Постоянный гость такой все время шивается. Сузился, да, то есть, ну да. Вот, и хочу попросить тебя, Сергей, рассказать вот про свое последнее стихотворение. Я его выведу сейчас на экран. Вот, дело в том, что я собираюсь написать на него музыку, и поэтому... Но ничего не понимаю. Не, да, мне хотелось бы побольше о нем узнать фактически. Так, сейчас открою. Так, видно? Да. А, что-то мелко не на весь экран про, ну а... Крупнее надо, они сейчас шрифт увеличить, нет? Сейчас сделаем. А ты можешь сделать контрол на колесик. Ты можешь начинать рассказывать, а я сейчас все сделаю и контрол колесик вперед. Сейчас я все сделаю. Ты пока можешь рассказывать о яйцам. Я сейчас все... Ну вот, я могу из интересного, мне не очень много еще рассказать про само стихотворение. Из интересного я могу рассказать предысторию небольшую. Это первое стихотворение, которое я написал там за последние месяца три, наверное, или четыре, я уже не помню. Ну, короче, в общем, с того момента, как мы совместным творчеством занимались, я ничего не писал. Вот. Стихотворение это написано в первый день после полугодового периода компьютерного гейминга, когда я решил не играть. Написалось оно следующим образом. Сначала Оля, жена моя, сказала, что-то такое мы обсуждали, и она сказанула, забыла быть. А, ты про короткое стихотворение рассказываешь? Я рассказываю, как было создано это большое. Подожди. А, понял. Она сказанула, забыла быть, и мне так понравилось это сочетание, что я встал посреди комнаты, подумал десять секунд, и у меня сразу родилось четверстише, что среди душных облаков, где каждый хочет ныть, я не смогла понять, куда плыть и забыла быть. Я придумал эту фразу, она показалась мне очень замечательной, я пошел ее записал, но тот факт, что я ввел себя в состояние какой-то творческого переосмысления, что ли, у меня была фраза, я хотел ее использовать и написать про нее что-то. Вот я вошел в это состояние творчества, или там вдохновение, неважно, и спустя где-то часика-полтора после этого момента я уже понял, что нужно идти писать, и пошел писать вот это стихотворение. Писалось оно гораздо сложнее, чем обычно. Почему-то захотелось написать на английском, наверное, не знаю почему, и еще я знаю, что в нем вроде как не все понятно, мне один друг обещал сказать с точки зрения языка, но вроде другой друг, который тоже с этим самым, ну, native speaker, как это по-русски-то, у которого родной язык английский, он тоже, девушка тоже мне сказала, что ей все понравилось, в общем, она не отметила никаких там шероховатостей, так что, несмотря на то, что я думаю, любому читателю будет понятно, что это не человеком с родным английским написано, тем не менее, смысл боль меня. Говорить про само стихотворение, ну, мне хотелось, да, я могу единственное сказать, что здесь есть структура, которая, мне хотелось из, как бы, хаосности некоторой вывести ритм, мне хотелось вывести ритм, чтобы он начал давлеть, вот, то есть, из какой-то хашицы, что ли, мыслей, приходишь к какому-то стрессовому периоду, и в конце, несмотря на то, а в конце происходит некоторый прорыв сквозь этот ритм, и несмотря на то, что ритм полностью сохраняется, возникает какое-то спокойствие. Я действительно вот в первом письме тебе, Леш, увидел вот эту структуру в музыке через действительно появление каких-то вот, каких-то барабанов, там, может быть, не знаю, и всяких остальных ритмических приемов, которые, значит, проявляются в четвертом блоке максимально, а потом в пятом блоке они растворяются, и хотя ритм сохраняется, он становится полностью минималистичным, и в нем какое-то даже вот спокойствие возникает. Вот, так я хотел сделать. Достиг я этого рифмой. В первом блоке рифмы нет, во втором блоке срифмованы две строчки, в третьем срифмованы две пары строчек, в четвертом срифмованы три пары строчек, и в последнем срифмованы все строчки. Ну, они, конечно, рифмы такие, в некоторых местах довольно условные, но, тем не менее, я постарался их как-то вот выявить ближе к концу, если в начале вообще там нет рифмы, как бы. Вот. Как-то так. Мне больше нечего сказать. Леша, у тебя микрофон выключен. Я не знаю, ты меня слушаешь, там нет. Серег, а ты имеешь в виду вот самое, что ты в блоке это строк, а ты имеешь в виду вот эти? Ну да, да, да. Я просто не мог сказать четверостишие, потому что это типа восемь строчек. Ты можешь рассказать вот про смысл и его изменения, как бы, то есть, ну, потому что, на самом деле, вот, например, последние две, там, три строчки я, четыре, точнее, строчки я не очень понимаю. Я бы, может быть, хотел тебя попросить, чтобы ты описал вот идеи, которые здесь заложены, и, ну, вот, собственно, как они меняются. То есть, ну, короче, как это, дайджест. Можешь такое сделать? Да, конечно. Ну, значит, в начале… Да, я тебя оставляю минут на пять, потому что я буду слышать, но я не смогу говорить сейчас тогда, ладно? Ну, хорошо, да. Пять может быть многовато, но окей. Значит, ой, а ты верни мне стихотворение только, да. Ну, значит, что тут, что вначале вот ты спрашивал, там, from dreaming of real to actual dream, ну, тут надо переводить, наверное, просто, что иллюзия времени протаскивает нас от сна про реальность к настоящему сну. То есть, я тут считаю, что, ну, я вообще считаю, что реальность, она не обязательно реальность. И что любая реальность, любое бодрствование – это наше восприятие этого бодрствования, поэтому мы, как бы, о нем все равно видим сон в какой-то степени. Ну, через призму нашего восприятия, короче, проходит. Да, и вот этот переход, собственно, от бодрствования, которое суть восприятия, сонное восприятие реальности, переход к настоящему сну – это, собственно, переход от дня к ночи. И об этом я вот дальше-то и пишу. И дальше я говорю, что мы, собственно, верим в то, что ночь сменяется днем, что мы можем влюбляться, что, в общем, короче, во все вообще мы верим. Это не обязательно так и есть. Все через призму нашей веры проходит. Вот, ну, нам кажется, что мы следуем каким-то целям, и что это способ достичь удовлетворения или печали. Потом начинается критика уже. То есть все это, в принципе, такие довольно нейтральные соображения, абстрактно-философские. Хотя, конечно, в них есть легкий налет критики, потому что, мол, типа, остальные-то люди об этом не задумываются, они думают, что все это и есть реальность, и поэтому не могут. И управлять особенно, и поэтому много других проблем. А дальше эта критика становится более явной. Я вот говорю, что встань, упади в конце второй страфы. Встань, упади, повтори это бесконечное количество раз, и к тебе придет слава, но она будет очень быстрой. Вот. То есть уже начинает выявляться некоторая бесполезность тех процессов, которыми занимаемся мы в целом. Ну, потом иногда нам кажется, что наши слепые глаза могли бы открыться и увидеть, и сделать нас полными. Но вместо этого нам говорят, что мы властны над собой. И я также считаю, что это ложь. Вот. То есть, ну, здесь подразумевается, что для того, чтобы открыть глаза, все-таки что-то увидеть, нужно понять, что мы не совсем-то властны, и что разум во многом нас контролирует, удерживает. Вот. И это как раз дальше я вот описываю, что ритм мыслей держит нас плотными. Плотные в данном случае это термин кастанедовский. То есть, когда слишком много магических опытов там происходит, ты становишься неплотным. Это может быть опасно, но это единственный способ там контактировать с магическим миром, допустим. Так вот, ты держит нас плотными. Ни секунды на сомнение, или чтобы сделать полноценную остановку. Beautiful Mind здесь отсылка к фильму. Как там это? Господи, забыл, как по-русски этот фильм называется. Игры Разму. И здесь сарказм. Наше замечательное сознание строит забор. И через него даже крик не перелетит. Вот. Ну и дальше как раз уже ритмичность достигает своего минималистического предела. Фразы становятся короткими. Предпочтение отдается иллюзии. Это я уже начинаю переводить. Предпочитаем иллюзию. Мы расцветим. Что если мы сможем выбраться? Вот это вот, собственно, первое какое-то неописательное. А скорее, ну то есть все до этого. Я просто описываю, что происходит. Тут я наконец уже задаю какой-то вопрос. Что если мы смогли бы выбраться из этой системы, когда наш разум расцвечивает мир и когда мы предпочитаем иллюзию? Ну, я не знаю здесь почему. Потому что я, в принципе, сам еще не выбрался, конечно, окончательно из всего этого. Но мое решение, несмотря на то, что я не знаю, к чему это приведет, мое решение, вот это последние четыре строчки, это, собственно, мое решение проблемы, которые описаны в первых четырех четверостишек. Решение это давайте просто наблюдать за вихрение вселенной. Ну, curled в данном случае не самое хорошее слово, наверное. Но я имею в виду просто то, что галактика спиральный вид имеет. А также то, что процесс бытия у меня ассоциируется немного с какими-то завитками, лепестками, какими-то дугами движения. Поэтому давайте просто наблюдать за вихрение вселенной, не задаваясь вопросом о значении потока. То есть, когда мы задаемся вопросами, мы включаем сознание. И есть надежда, что если мы не будем задаваться вопросами о смысле и так далее, что мы выберемся из этой ловушки и что-то изменится. Да, наверное, это все, что я хотел сказать. То есть, получается, смысл стихотворения в том, что мы живем как бы в мире иллюзий, да? Ну да. И в конце ты даешь как бы вариант, как выйти из этого мира иллюзий, да? Тут двояко немножко. С одной стороны, я даю вариант, как выйти из этого, но я как бы говорю, а нужно ли выходить? Вот я вначале спрашиваю, а что будет, если мы выберемся? И дальше я говорю, что я вообще-то не знаю, что будет, если мы выберемся. Но давайте вот попробуем так. То есть, это не то, чтобы таблетка и решение, но это скорее как бы попытка или вариант действий. Какая-то альтернатива существующей проблеме, ситуации. А что значит вот все-таки вот это вот Universe Curled? То есть, это... Ты слышал, я очень долго говорил про это. То есть, я понял. Ну, а в двух словах, то есть, это значит иллюзия? Ну, завихрение вселенной, завихрение вселенной. Завихрение – самое четкое слово здесь. Смысл понятия. Это иллюзорность? Иллюзорность? Нет, нет. Это как она есть. Ну, как будто бы. То есть, мы хотим увидеть то, что настоящее на самом деле, не иллюзорное, да? Да тут не так важно, что... Нет, нет, нет. Это не в этом дело, нет. Я не пытаюсь тут объявить, что завихрение вселенной – суть настоящая. Я просто говорю, давайте смотреть на вселенную. И завихрение здесь два смысла имеют. Это, во-первых, как я говорил, это то, что в галактике такой завихренный вид, да? А во-вторых, то, что завихрение вселенной – это, ну, все, что в ней происходит. Это какие-то перипетии наших жизней, это какие-то, там, проблемы, их решения, ситуации, истории, радости, горести. Вот это все. Это и есть вселенная. Я имею в виду вселенную. Давайте наблюдать, в общем, нашу жизнь, грубо говоря. Ну, вот, да. Я просто, может, немножко не понимаю, как это связано с иллюзией. То есть, ну, вот ты сначала говоришь, что мы все время и живем в мире иллюзии и строим стену. А здесь не так важно, что вот то, что я говорю, что нужно наблюдать. Здесь важны две последние строчки. Здесь важно то, что не задаваясь вопросом, почему, зачем все это происходит и так далее. То есть, я не утверждаю, что когда мы будем наблюдать эту вселенную, что мы отдалимся от этой иллюзии. Я, конечно, надеюсь, но надежда эта проистекает от того, что я надеюсь, что если мы будем наблюдать и не делать суждений, и не задаваться вопросами, то мы сможем частично отключить свое сознание. А оно, частично отключенное, нас уже выкинет в некоторой степени из мира иллюзий, которые само все время создает. Я понял. То есть, ты даешь предположение, как мы, возможно, могли бы выйти из этой ситуации, больше обратив внимание на созерцание и, может быть, лишились бы вот этой проблемы, которая есть, да? Ну, да. Я понял. Не факт, что мы лишились бы этой проблемы. Я еще раз говорю, я здесь, я же не говорю здесь, что вот решение этой проблемы, это вот такое действие. Я просто предлагаю этим действием заняться, потому что оно, мне кажется, интенсивным тому, что мы делаем ежедневно. Это не значит, что это обязательно решит эту проблему и не обязательно, что мы сможем выбраться. Но я думаю, что это какой-то опыт принесет. И я не предлагаю, я не решаю всю проблему. Я просто говорю, что можно поделать вот так, например. Понятно. Ну, ясно. Мне теперь стало понятнее это. И вообще, то есть, теперь я вижу здесь динамику. Теперь ты, собственно, и не сможешь уже написать музыку, потому что то, что мы сделали сейчас, противоречит последним двум строчкам этого стихотворения, с которым я говорю, что не нужно думать. А ты теперь говоришь, вот, теперь-то мне все стало более понятно. Ну, дело в том, что я зашу музыку написать. Ну, понимаешь, ты разум исказил восприятие этого стихотворения. Ну, для того, чтобы музыку написать, нужно же какие-то делать все-таки выкладки. То есть, это же математика музыка. Да, понятно, понятно, я шучу. В целом, так или иначе, я почему не очень люблю это все объяснять, потому что это противоречит от моей идеи о том, что не нужно особенно задаваться вопросами. Хочется, конечно, все равно человеку всегда хочется задавать вопросы, разбираться досконально, там, типа, вот, все понял, но одного чего-то не понял. Давай-ка я вот спрошу, узнаю. Это нормально, это понятно. Но это, мне кажется, продиктовано какой-то, ну, каким-то вот перфекционизмом сознания, потому что ему хочется вот все разложить по полочкам, так, чтобы не осталось того, что оно не понимает. А на самом деле сознание ничего не понимает, оно только создает иллюзии понимания, вот, и поэтому для того, чтобы забыть о том, что это иллюзии, эти иллюзии должны быть полными. Поэтому это сознание издает все время вопросы, чтобы залатывать дыры в тех иллюзиях, которые создает. Вот, вот, и поскольку я это знаю, мне, конечно, не очень хочется там задавать вопросы, думать, понимать это все. Но это, это как бы забавная игра для меня. Игра в разум. Вот, я все время, конечно, в эту игру играю, как и все остальные люди, но все-таки я даю себе отчет о том, что это игра. Нет, ну, мне кажется, нельзя задаваться и отказываться от анализа того, что происходит, несмотря на то, что… Конечно, можно. И это единственный способ, как я здесь пишу, вот не задаваться анализом. Вот анализ, он все коверкает. Когда ты что-то проанализировал, ты взял реальность и исковеркал ее так, чтобы она легла в твою систему, вот, которая тебе удобно видеть. А все, и ты уже не видишь после анализа реальность. Ты видишь только результаты своего анализа. Ну, на самом деле, вот это двоякое видение, это вырабатывается с временем, с опытом. То есть, когда ты одновременно можешь и вычленить какие-то важные элементы, которые тебе нужны, и в то же время сохранить ощущение атмосферы общей. То есть, еще раз ты говоришь, вот, достигается с временем. Ну, вот двоякое видение достигается с... А зачем двоякое это видение? Нужно только одно видение. Ну, рассказываю, да. То есть, двоякое видение, одновременно и вот, как бы, вселенной, и там, или вопроса в глобальном его масштабе, его атмосферы, и одновременно аналитического видения этого вопроса, когда ты какие-то можешь сделать выводы, как-то развиться, что-то изменить. И зачем вот эти два-то, зачем двоякое видение? Я не понимаю. Потому что глобальное видение необходимо для того, чтобы помнить о правде, помнить о том, что на самом деле происходит, а аналитическое видение необходимо для того, чтобы какие-то действия делать, какие-то выводы делать, куда-то двигаться. А, я понял, о чем ты говоришь. Да, если только глобальное просто видение иметь, то... Знаешь, я могу тебе цитату забавную привести. Знаешь, с точки зрения Кастанеды, для чего нужно аналитическое видение? Он называет его тоналем, и оно нужно только для одного. Оно защищает нас от того, чтобы мы не сошлись с ума и не растворились в действительности. Ну, это такая защитная точка зрения, то есть, как бы, ну, грубо говоря, да, можно так действовать, но тогда ты, в принципе, ничего не будешь делать, ты будешь только пропускать через себя, там, волю Бога или волю, там, во Вселенной, да, то есть, ты будешь просто, ну, как, не человеком, а, что ли, просто проводником. Вот, это тоже хорошо, в принципе. Только это гораздо круче, чем быть человеком, я тебе скажу. Проводником. Проводником энергии мира гораздо круче, чем быть от нее заблокированным. Нет, заблокированным не надо, наверное, быть, но просто... А иначе не бывает, эти два аспекта противодействуют друг другу, и их действительно нужно приводить в равновесие, и равновесие это должно быть направлено не потому, что тебе хочется сохранить часть анализа, потому что он тебе нравится, потому что тебе кажется, что это эффективно, потому что тебе кажется, что это развитие, а разум нужно сохранить только для того, чтобы не сойти с ума. Вот и все. Ну, это как бы каждому свое, да, но мне просто недостаточно не сойти с ума, я хочу еще... Иначе ты не достигнешь баланса, иначе у тебя аналитическое всегда будет доминировать очень сильно. Да, да, с этим я согласен, что баланс вот нужно. Я как раз об этом и говорю, что баланс вот приходит с опытом, но для меня, например, недостаточно просто, вот, как ты сказал, просто не сойти с ума. Вот, мне еще хочется, чтобы все вокруг сошли с ума. Поэтому я делаю свое творчество и надеюсь, что все от него сойдут с ума и будут в радости, это самое, от радости, в общем, хлопать в ладоши. Вот, ну, то есть, это самое, как бы, в целом согласен, да, что нужно и, вот я говорю, такое глобальное видение атмосферы и какое-то аналитическое, да. Я-то знаешь, что еще подумал, Леш, раз уж мы делаем запись про стихотворение, и раз уж ты собираешься действительно писать музыку, я могу его еще и прочитать. А, давай, да. Не уверен, что у меня с первого раза это получится хорошо, потому что я раньше его никогда не читал вслух, но, тем не менее, вот мне хочется посмотреть, насколько я действительно смогу ритм передать. Ну, давай, попробую. Продолжение следует... Продолжение следует... A way to achieve satisfaction or grief Stand up, fall again, repeat countless times And glory will come, but it will be brief We sometimes can feel our blinded eyes Could open and see, thus making us fool Instead we are told, it's actually lies That over ourselves we kind of rule The rhythm of thoughts is keeping us dense No second to doubt or make a full stop A beautiful mind is building a fence Not even a shout can come over top Illusion preferred, we color the world What if we break out? Well, how can I know? Let's try to observe the universe curled Not asking about the meaning of flow Oh, I read well, I'm happy I gave you what I wanted to give Oh, well, it's great, I wrote it too Может потом послушать, если тебе это поможет В каких-то ритмических там А я прям вставлю в музыку твое самоочтение Ой, ну не надо У меня акцент там Потом я болею, у меня сейчас голос Ну ладно, я думаю, что нужно закругляться Вообще-то, конечно, если говорить по честности Я очень люблю говорить про свои произведения Потому что я могу так вот все рассказать Все, что я там задумал Но я просто понимаю, насколько это бесполезно Просто люблю про себя разговаривать, к сожалению Силу своей высокомерности и самовлюбленности Поэтому ты меня особенно не подкидывай таких возможностей А то вот я буду так сидеть и трепаться все время Так мне кажется, что говорить про свои произведения очень важно Нет, для меня важнее их делать Потому что говорить я умею Ну, это правильно То есть говорить много нельзя Нужно еще что-то делать И, в общем, наверное, в большей степени делать, чем говорить То есть, наверное, где-то 80% делать, 20% говорить А я делаю примерно 5%, а говорю потом 95% Ну, это может быть в поэзии так и есть Потому что ведь в поэзии это слово В поэзии и поэзии в простой стихотворении ничего никому обычно не объясняют Они как раз пишут просто Они общаются между собой Они пишут письма друг другу Они встречаются и говорят И это на самом деле как раз и создает ведь Ну, как сказать Но есть опасность истощить свой творческий потенциал Говорением о нем? Есть такое Ты когда говоришь, особенно если ты говоришь о том, что еще не холодно Ты, по-моему, много чего боишься То есть, я думаю, что надо жить Я не боюсь Надо жить Надо жить Надо жить Надо жить И ничего ты не истощишь свой потенциал Нет, я могу сразу сказать Что частенько у меня бывало так Что если у меня есть какая-то задумка Еще не реализованная Если я начинаю про эту задумку всем рассказывать Какие-нибудь детали про нее всем рассказывать Я никогда эту задумку впоследствии не реализовываю Да, такое бывает Энергия этой задумки вылилась в разговоры о задумке А не в ее реализацию Да, но это получается не творческая мотивация То есть, ты как бы имеешь не творческую мотивацию Приназить там людей Это болтовня никому не нужная Понимаешь? Ну, сложный вопрос О том, какие у тебя замечательные идеи Нет, это очень важно, мне кажется То есть, обсуждать идеи очень важно Потому что, ну, хорошо ты можешь там сидя дома Придумать какую-то идею Но совместно можно гораздо более важные и интересные идеи придумать И эти идеи потом уже отразить там как-то их Совместное творчество Если обсуждение ведет к совместному творчеству Конечно, это удивительно Там братья Стругацкие вперед Все Конечно, у нас все обсуждение ведет к совместному творчеству Ведь мы, собственно говоря, по результатам Вот я, например, собираюсь музыку писать на твои стихи Ты собираешься на следующие стихи Нет, на самом деле А перед этим мы обсуждали тоже вопросы Мотивации И там как бы это все То, что было перед этим, это нормально Поболтать на эти темы смыслов, идей и так далее Это вообще никаких проблем в этом нет Ты никакую энергию при этом не тратишь Но если ты говоришь про конкретное произведение Да если оно еще и не доделано Ты начинаешь у него энергию воровать просто Понимаешь? Вот что получается Ты как бы на нем фокусируешься А дальше не им занимаешься А всякими вопросами около Это вот действительно нетворческая мотивация Которая может вообще-то сломать Я считаю, что надо быть сильнее Вот этих вот ограничений И быть готовым, в принципе, говорить Ну, я согласен, что не так легко говорить Про свои незаконченные произведения Вот, но, в принципе, можно это преодолевать на самом деле То есть, можно все-таки говорить И какую-то пользу получать И помогать другим людям там что-то Ну, лучше говорить про законченное произведение А у тебя оно закончено Да-да-да, без проблем Ну, все, тогда спасибо Так, заканчиваем встречу сейчас В принципе, закончим Я бы, в принципе, обрезал